Арктика это наш дом и мы должны показать свои хозяйские позиции. Вопросы ее развития обсудили в Санкт-Петербурге. На совместном заседании президиума Госкомиссии по вопросам развития Арктики и морской коллегии при правительстве Российской Федерации. Тему продолжит Айсена Бурнашова. Заседание состоялось под председательством заместителя председателя правительства России Дмитрия Рогозина. Присутствующих приветствовал и губернатор города Георгий Полтавченко, который отметил, что Санкт-Петербург по праву называют центром полярных исследований и судостроения. Иностранные противники стали чаще говорить о пренебрежении России безопасностью и жизнью людей в арктических территориях. Поэтому сегодня на повестке дня стояли самые острые вопросы. Мы учимся к гостям, мы учимся к хозяинам этой огромной большой территории, оберечь свой Арктик, оберечь свою Сибирь, свой Дальний Восток, оберечь всю территорию России, развивать ее в благо нашей страны, наши граждане. Развитие науки и технологий, подготовка квалифицированных кадров, повышение эффективности системы теплоснабжения в арктической зоне, предупреждение и ликвидация последствий ЧАЭС стали основными вопросами дня. В заседании приняли участие бизнесмены, ученые, представители федеральных органов исполнительной власти и представители арктических субъектов России. У нас уже сформировано, благодаря инициативе главы республики Борисова Егорова, наши еще два подразделения, это Нижнеянский и поселки Черский. Но мы ставим вопрос о формировании аварийного аналитического центра поселки Тик-Тибулунского луса. Формирование Чаун-Билибинского энергетического узла также является для Якутии приоритетным вопросом. В 2019 году будет прекращена поставка электроснабжения с Чукотской атомной электростанции «Билибинская», в связи с чем остро встает вопрос электроснабжения поселка Черский. С учетом нужд всех колымских улусов республики и в целях поставки электроэнергии для отдельных районов Чукотки, в рамках заседания правительство Якутии поставило вопрос о строительстве нового генерирующего объекта тепловой электростанции мощностью в 198 мегаватт.